здравствуйте уходящая неделя казалось вроде как богата на различные памятные наверное слегка в кавычках события ну для кого-то может и без кавычек там чё-то в россии типа день воинской славы посвященной очередной привороченный к очередной годовщине курской битвы не нынешней той во время второй мировой войны годовщина то ли гибели то ли нет пригожина почему то ли нет ну во первых насколько можно судить по открытым источникам все что связано с взрывом с катастрофой того самолета тщательнейшим образом засекречены не хуже чем масса документов касающихся второй мировой войны засекреченных в российской федерации говорят что землю на месте падения самолета всю верхней слой земли весь срыли собрали и увезли куда-то то ли уничтожили то ли где-то хранят но где никто практически никто не знает в общем неясности там масса собственно начиная с официальной версии которая озвучил путин что там самолете взорвалась граната но там масса было других версий плюс к этому сети мелькнули сообщения что леонид невзлина тель-авиве был замечен сидящим на лавочке там или прогуливающимся с человеком очень похожим на приложение то есть подобных вариантов не то чтобы человеческой истории было много но варианты были самая надежная ведь это все знают из фильмов и из детективных романов что самая надежная самый надежный метод остаться в живых это стать для всего остального мира мертвым поэтому как бы тут удивляться особо не приходится и что еще тут ну а события уже без кавычек это горящие уже практически неделю нефтебаза в ростовской области потопление парома в порту кавказ 60 цистернами хорела там вроде эти стены горели недолго но вы же понимаете никто их сейчас вот буквально в считанные дни поднимается одна не будет через время эти 60 цистерн там сотнями тонн горючих смазочных материалов никто же кстати не правительств смысле не официальная москва не телеграм-канал и протест тунские так сказать никто не сообщил что конкретно было в этих цистернах ну как бы интервью цон и керосина одна история мазут другая но и так далее так вот загрязнение не только акватории самого порта но и близлежащих так сказать морских просторов тоже вполне возможно причем никогда не будь через 50 лет а гораздо быстрее наверное не говоря про то что прекратилось паромное сообщение между краснодарским краем и керчи ну а мост знаменитый керченский который официальная в россии назад продолжает называть почему-то крымским он вроде как то ли работает то ли нет то ли как то там тоже чуть не все понятно с ним ну что касаемо нефтебазы а еще там по какому-то аэродрому конкретно прилетела вроде бы все самолеты которые летают успелись оттуда улететь то есть читай что украинцы прежде чем ударить пародрому сообщили что ребята спасайся кто может будем по вам бить ну как то так но тем не менее говорят что все самолеты которые могли улететь они улетели а которые не могли уже никуда не улетят никогда и даже скорее всего на запчасти не заходятся ну и наконец-то где-то промелькнуло практически официальное мнение собственно специалистов там мчс никого или научных так сказать деятелей что все эти сказки и жертвы кстати вполне себе реальные при попытках тушить эту нефтебазу в ростовской области а это полнейшая глупость правда для этого не не надо было быть специалистом но тем не менее не буду умничать вот это все полнейшая глупости и пока там все не выгорит она будет гореть то что в близлежащем городе без противогаза или специальные маски защищающие органы дыхания уже на улицу нельзя выходить я думаю что и не только на улицу вряд ли там весь город герметичных стеклопакетах с одной стороны с другой стороны если на улице плюс за 30 то и в полностью закупоренных квартирах в общем и так дерьмо и так погано но то что российские каналы рассказывают были очередные попытки украинцев атаковать это нефтебазу чтобы взорвать остальные цистерны с керосином которые как бы еще более взрывоопасны чем все остальное вы меня извините о чем речь если там изначально хотя бы пару цистерн я не говорю про больше было больше загорелись то это тысячи как там считать кого метров чего горючего то есть где-нибудь то не слышал тушение нефтяных пожаров если нефть разлилась где-то по воде и она горит пока она не выгорит на воде неважно это морская вода или речная но если она загорелась начинала будет гореть пока не выгорит но пока разница что вы горит быстро поскольку на воде тоненькой пленочкой же растекается не идет там каким-то достаточно плотным слоем а в цистернах одни горят другие рядом разогреваются нарушается там целостность и бетона и металла и всего остального ну и каждый день все новые и новые добавляются ну как новые новые добавлять какие-то часть уже сгорела нафиг полностью ну а другие продолжают третье только начали но процесс идет пока все этих не ошибаюсь 72 цистерны с тысячами тонн различных этих самых горючих смазочных материалов не выгорит что до экологической катастрофы если дымы и пожар и слышен и ощущается в населенных пунктах на расстоянии от до 100 и даже 200 километров от места расположение этой нефтебазы ну да кому сейчас интересно вообще экологии не говоря про то что вообще собственно говоря непонятно кому чего сейчас вообще интересно и как на что может должен бы отреагировать так называемый российский народ с которым все эти зарубежные протестуны за редчайшим исключением до сих пор собираются строить прекрасную россию будущем если он фактически никак не отреагировал до сих пор ну на момент записи этого видео да и собственно и на момент его выхода на ютюбе днями и неделями позже если он никак не отреагировал на события в курской области вместо этого поперся в азербайджан оттуда кабардино-балкарию вроде бы потом беслан потом в чечню то есть официальная версия визита в азербайджан ну как бы не то чтобы официальная неофициально официальная скажем так это что он захотел договориться с алиева чтобы поставлять больше российской нефти или газа газа скорее в азербайджан азербайджан будет продавать и это и свое якобы как свое по всему миру в конце концов если об этом говорят на каждом углу до европейские чиновники они конечно еще те ребята и девочки и реагируют на все очень быстро так сказать но но не идет уж полный то есть это все лежит на поверхности поэтому ну съездил радостный что в азербайджан по моему член на смысле подписали этот римский статут на его за задницу не взяли не арестовали ну счастлив потом там туда поперся в беслан там количество детей уменьшил чем поперся в беслан когда дата еще не наступила и сколько он там 16 лет что ли там до этого не был а в самом мемориале в самой школе вроде бы как первый раз но уж в чечне точно этот самый вассал поехал на поклон хану ну как было во времена так называемой золотой орды ну точнее так называемого золотая орда то было называемого монгола татарского игос акцентом на монгола да ладно эту тему я уже не раз поднимал народ плохо это воспринимает но нельзя даже в среде самых так сказать разумных и адекватных замахиваться на святое очень трудно расставаться с иллюзиями с вдолбленным на уроках истории в школе и чем раньше смысле чем больше времени прошло с того момента как это вдолбливать тем труднее с этим расставаться ну да ладно так вот вассал поехал на поклон хану и как бы за подтвердить свою что ли верность в общем в общем как то так и на это и в этой связи смысле не только визита в чечню всего остального и даже не отсутствие каких-либо намеков на то что он когда-нибудь может быть посетит пока еще остающиеся под московской юрисдикции часть курской области и вот это все знаете даже на трезвую голову наводит на мысли вообще его знает может профессор валерий дмитриевич соловей который иностранный агент режет правду матку и до сих пор живет в москве и не сидит можно не так уже не прав говоря про путина в холодильнике потому что поведение путина скажем даже десятилетней давности не говоря про более ранее сроки это очень похоже на поведение нынешнего вроде как путина и это не моя про то что я уже как-то говорил может быть даже не раз что отправной точкой могущий скажем так свидетельствовать о том что настоящий путин так сказать первые и реальный действительно не то что в холодильнике а умер уже достаточно давно для меня может служить вот этот развод женой то есть не разводятся руководители стран президенты премьер-министры канцлеры женами как минимум вперед своего правления да и после его окончания тоже много примеров не на дня особо найдешь а уж в россии вот вариант лукашенко у которого жена есть и он с ней уже 30 лет так сказать на расстоянии да это да но он с ней официально не разводился от другой ребенка родил растит его холит лелеет и все вокруг называют его преемником и прочее это имеет место бы ну чтобы разводились мало того разводились на еще потом вроде бывшая жена при живом как бы муж и президенте вышла замуж там за кого-то уехала миллионами если не миллиардами ворочает ну как то это то есть деньги все остальное это не вопрос вот чтоб разве развилась его так вот на выходе из оперы которую ну меркель любит она классическую музыку и только в этом году по каким-то там не очень внятным причинам не поехала на этот вагнеровский фестиваль или как он там называется а так каждый ход ездила путин и его жена никогда не были замечены в любви не то что к классической так любой музыки где-то показушный вариант на каком-то концерте конкурс или что показаться это одна история вот так чтобы уметь души нет и тут они пошли в оперу и после оперы по моему жопера было не балет какому там тогда на тот момент заштатному каналу сообщили так а мы вот решили развести так вот вот этот эпизод скажем лично для меня действительно может свидетельствовать в пользу опять же повторюсь не того что путин почти год в холодильнике на вода и по словам соломья в пользу того что давно уже это путин номер два номер три там ну то есть дубликаты ну и на этом фоне опять же если поверить в эту историю может и свои не так уж не прав что какой-то из последующих основных скажем дубликатов путина действительно лежит в холодильнике а там идет схватка бульдогов не под ковром а буквально на ковре и пена слюни сопли и куски ковра летят во все стороны но просто нам пока этого не видны кто его знает вообще поведение путина ну будем пока считать путиным может быть с маленькой буквы но путину хотя бы похож на путина говорит как путин действует далеко не всегда как путин хотя собственно и говорит как путин тоже это вопрос такой скажем не совсем однозначный но поведение вот вот это все вот эти все поездки заявлений да вы мне лучше расскажите как на мотоцикле ездили в отпуске по крыму чем курской области серии да там и раньше я знал уже там в основном живут украинцы особенно чем ближе к храниться тем украине стея но сейчас на ну по это самое потом расфигачиваем все этими кабами там или еще чем-нибудь какая разница россия же нигде не заканчивает в общем конец августа такой вот не необычно или неожиданно точнее интересный ну еще через неделю если мне память не изменяет будет сколько-то лет коленьки упомянутого выше лукашенко а самому картофельному фурору опять же если не память не изменяет по моему будет 70 30 лет правления уже минула но теперь 70 лет ну там в америке в президенты до недавнего времени 80 лет не с гаком собирался тоже ничего так что вот только беларусь в этом плане очень-очень жалко россию как вам сказать для меня россия и русские это какие-то понятия такие отвлеченные что нереальные не знаю но об этом лучше поговорить как-нибудь отдельно ставите здоровы слава украине живи беларусь